теперь я впервые может быть попробую чтобы несколько из вас всех сдали экзамен ну для начала давайте так мои подсказки но главное не скажу мне надо пойти подогреть чай мы с вами целый час проговорили я приготовил вначале стандартный ответ вот этот человек взял и обратился с эти фотографии крупнейшие как он называть платы не буду трепать эти самые название крупнейший канал такая караул у меня беда а беда у нее огромное количество 3 и морево причем на груши когда у меня на грушах и вообще нету а у нее вот такая беда и тогда я начал готовить ответ вначале подсказки зачем белила и в голову не приходит что если бы она не белила вот здесь бы караба не гнила под под этим самым уже бы меньше было три меньше было бы этих у меня сад не бери лучше погибнуть должен тогда возникает вопрос если я ни разу не берем последние 35 лет один год как-то здорово несколько поберем потом дает дурак что ли я же дерево калечу вот зачем белила второй вопрос где дерн а смотреть глаза вместо дерн а что мы видим огород самый настоящий огород ну и чтобы этот огород выращить она же всю почву перекалечила при перевале и при это самое лопата или чем угодно умирает микробы микробой бактерии а бактерии это сама соль земли бактерии это главное чего нет бактерии нет произведения это мертвая земля это знает весь мир кроме россии у нас даже в университетах это не проходят как это могло случиться университетах не знают ладно второй продведи он и вот она что сделала она жалуется кто-нибудь пробовал на деревьях юбочки и с фольги от муравьев юбочки с фольги я уже смеялся помните что она где-то вычитала это распространенная совет от фольги в муравьев лапки соскаются они не могут и не поделать тогда фольга то понятно муравьев фольга не пустила это дерево осталось без помощников бизнес без охраны вот правильно а фольга к тому же что же оборачивает то штампа он под ней же гниет и вот она что допустим ладно на этого не знала помните мой анекдот когда в этого у хобби у мужика лапки соскальзывали этого у ласточек это мы проходили но это не главное и так она спрашивает про фольгу помогает и ждет колесированный ответ вычитывал недавно так от них устала этот этот муравьев она от них устала сил дамских больше нет сил дамских больше нету и вы понимаете у неё она уже все пробовала она не значит что она натворила дело вот это все белила дёрн калечила вот пригласила муравьев потом устала как я пишу ну главное то еще не сказал не спросил вот понимаете про лапки соскальзата не дать вам рассказывал не хочу повторяться но я оставил самый главный ответ на потом но я еще решил по это и прежде чем скажу правду я еще решил как ей ответили какие мудрые люди ответили мечтать не вредно вывести невозможно муравьи для это единое целое вот чушь собачья для любимая пища муравьев кто не знает дальше фантазия богатейший муравьи пастухи гонят тлю на пастбище на дерево чушь собачья вот неужели никто не видел как большие стада тли поднимаются на деревья под охраны муравьев я не видел я видел эти большие стада тли я видел большие стадии огромное количество муравьев которые стоят по больным искалечен деревьям я в сотнях садов и это тоже видел делать дерево начали искалечили но страшно вот эти раны 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 во всем дерево и дальше фантазия эти колонны выдают толстые они атакуют люк сбивают дерево внизу пергарой это знаете как такие фантазеры и наконец так как я сейчас не вначале ответ есть муравьи они на работе ответ просто дерево больно уничтожим муравьев дерево не вылечить вот но это не все теперь я хочу что чтобы вы ответили сами на этот вопрос я хочу сделать трехминутный перерыв так вот и чтобы мне сказали а на самом-то деле я главная причина где главная вина вот потому что нужно слушать и так знаете как скользит мне его внимание а здесь надо чтобы не скользила пусть это не для всех даже школы старики так что знают сейчас я пошел вот когда знаешь вот сейчас меня слышит и мои друзья там и ты меня слышишь да красивая самая главная страшная жизнь неудачники это продолжение как бы моего опыта неудачники те у кого комплексы не полуценности вот умру не покажись скажи под эти здравствуйте просто посмотрите на меня красивые вот деньги заработал напрасывал и пошла скажи спасибо валерий красотедович даже не надо меня целовать фишку просто знаешь как сказать преодолеть комплекс вот те у кого комплекса нет они то в жизни достигают успеха комплекс или никогда это я говорю тебе тем кто не слышит пойдешь покажешь пока пока мне покажись под этим улыбнись и скажи здравствуйте я тоже садовок я фасу и давай нет потом вспомнишь мои слова успеха трудно добиться все ладно я пошел на кухню ну не чай подверить где-то садовок я не знаю как не знаю как я увидел все ладно я уже когда я решила Так. Сахар повышенный, а тут и конфет после праздничного стола. Ужас. Попробую стоять. Итак, дерево, сейчас конфет у нас есть, вы тоже возле экрана, возле компьютера вы за этого должны держать чай, ну, кто-то не чай, вот, праздник же, официальный праздник. Итак, причина, для начала мы видим крупный план, дерево больно, на нем огромное количество пли, потому что я вижу свернутые листья, от этого никуда не денешься. Про муравьев их не видно, но про них сказал, устал от них. Так. Вот. Дерево еще плодоносит. Ему бы еще жить дожить, но совершена страшнейшая ошибка. Внимание. Видите, фактически получился колодец. Вот. Наравне с абрикосом, именно груша, не яблони, не слива, не вишня, а именно груша. Проблема. Горяется, самая слабая в корневой шейке основания штамба. Самая слабая. Вот. Даже посаженная на ровном месте, я проверял, даже мной обкошенные. То есть, нет высокой травы, в которой там сырость, там, допустим, эта самая, роса. Этого нет. То есть вовремя обкашивается. Но если стоит груша, у меня фотографии есть. У меня особый опыт, потому что я замечаю то, чего не заметила вся наука. Что нельзя писать яблоки, запитая груши. Я потом покажу вот эти вот страшные вещи. Яблоко, запитая груша. И потом на наших глазах не просто делают яму, еще и бортики делают. Вот это вот. Даже не зная. Доктор новых не знает. И так как из тысяч этих разных вариантов всевозможных учебы про то, что надо резать, каждый год знает. Что надо по 6-8 раз резать за лето, знает. Потом по 10-12 раз опрыскать, знает. А про то, что причину, не знает. Именно это касается груши. Здесь у нее. Если бы туда заглянуть, вот это все надо разбирать. Все, что там страшную вещь понаделали. Разбирать. Расчищать. И может быть успеть. Груша не взят. Если бы вы видели то, что вижу я. Вот давайте посмотрим сюда слева. Давайте. Вы видите, вот сюда слева. На телефоне плохо видно. Вы видите, во что превратились. И это вызывает ненависть именно к муравьям. Хотя они пригляделись. А теперь справа. Где у меня это. Пригляделись. Вы видите, что творится. Это все причина там. Если это все разобрать. Разгрести. Мы же еще не знаем. Глубоко их при посадке посадили. Но молодое прекрасное дерево. Оно доживает. Посмотрите еще раз на листьях. Сюда и сюда. Сюда и сюда. И вы поймете. Посмотрите, вот здесь штаб. Еще. Это все мы с вами должны видеть. Мы. Они не выйдет никогда. Они дают идиотские советы. Вот она. Вот она. Все. Вот она. Все это гниет. Вот это видите середку. Они пытались ее даже забеливать. Посмотрите. Все это гниет. Возможно последнее выражать. Спасти. Только если вот это вот. Вот это вот это разобрать. Вот. Вот так вот. А вы уверены? А у них на каждой крупной каналах свои суперспециалисты. Они себя таки умят. Они обязательно напишут. Ах уж там уже есть. Давайте. Короткий. А приедет то надо. А туда же кислород не доходит. Туда не доходит. И кислогаз. Туда не доходит солнечный свет. Вот. А вот это метко вертикальное. Уничтожить. Вот сейчас вы видите как хорошо видно что все в тле. Все в тле. А значит здесь тысячи муравьев. Не зная причину. А ее не знает вся Россия. Вот в чем беда друзья. Вот почему вы здесь со мной вместе. Вся Россия этого не знает. А потом началось муравьев. Петля гонят на пастбище. А вот эта самая вещь я вам уже показывал. Подлейший. Подлейший. Как он называется. Не. Женщину наняли. Ей надо сделать вид что она разбирается. Ей надо десяток ядов прокомментировать. И продать. Продать. Подчеркиваю. Любой ценой. Поэтому она вот так вот. Муравьи. 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 И купят. 100 тысяч подписчиков. Это я просто одну из сотен выбрал. Из сотен. Поэтому я пишу. Ребята. Дай. Те. Волю и средства. Вдруг не Железов. А президент Академии наук. Вдруг проснется. Он это знает про эту проблему. Он знает что люди своими руками уничтожают. Все это плодородие. Вот это вот. Как достучаться. А и вот когда. Я все вспоминаю. Новый роман. Он был. Перестойка. Он был новый. Это был взрыв. Люди наконец-то узнали правду. Он был. Этот роман был превращен. Чистый 100% детектив. Там выведены разные люди. Живые. Настоящие. Вот. Там была любовь. А как же. А как без этого. Вот. Там был тот самый академик. Который. Был прообразом этого самого. Самого Висенко. У-у-у. Там был этот самый. Главный герой. Которому пришлось воевать уже с КГБ. Для того чтобы спасти. Спасти новый сорт картошки. Роман был настолько жизненный. Роман был настолько ярко описан. Что потом замучили самого Дудинцева. Автора. Людей интересовало огромное количество. Которые восприняли это все однозначно. Что был такой анеобыкновенный сорт. И спасать его надо было. И он рискуя жизнью его спасал. Или вот этим вот рискуя. Вот. Но. Спрашивали его. Ну спасли вы это картофель. Это самое. Он спасал живые эти клубни. Спасли вы или нет. Вот это был роман. И сейчас друзья. Сейчас друзья. Вот. Нам нужно. Чтобы. Кто-то. Этот роман написал. Вот сейчас. Вот. Все эти люди. Которые выделили в романе. Если сейчас. Я могу даже. Целый список составить. И себя не присоединяюсь туда писать. Этот. Но это нужно всех особого таланта. Чтобы люди схватили. Господи. Что с садоводством-то сделали. Вот. Что творится-то. Почему никто не видит этого. Как получилось. Что победили враги Мичурина. И враги Лусенко. Академика. И президента Академии наук. Ведь тогда. Когда они победили. Для них. Ребята. Вот. Само понятие. Генетика была. Это как. Железобетонное здание. Невозможно. Ничего не сделать. Невозможно. Вот. Это. Как можно взять. И в течение нескольких лет. Изменять генетику. Невозможно. За то, что было миллионы лет. И они правы. Они правы. Но есть пути обхода. Вот так. Вот так. Вот так. Это то, что. Мы почти интуитивно к этому подошли. Но этот путь-то теперь-то выпрямить осталось. Никто не хочет этим заниматься. Я, например, и мои друзья. Полное забвение. Я Чижиха сказал. Да, Чижиха уже. Еще когда он был живой. Уже этот сад должен был под охрану взять. Это был один из лучших садов. Мужик купил черенки. Слив шикарнейших. Абрикосов вкуснейших. Значит. Этих самых. Вкуснейших груш. Вот. Что. Вот он. Ну, бери теперь. Бери распространять. Ну, наука не хочет распространять. И все. Им нужно 30 лет чем-то заниматься. А оно давно уже есть. Вот это вот. И на одну тлю меньше не станет. Человек калечит дерево как? Он берет липкую ленту. Так. Простая лента. Да и ловлю ему. Кто-нибудь только как держал эту ленту? Правильно все держали. Ну. И что теперь? Пусть дерево калечится. Сколько дней оно не будет пропускать муравьев? День, два, три. Потом высохнет. Человек черней занимается. Но главное, что если даже добиться, не пускать туда муравьев, дерево станет только хуже. Когда-то это должно быть где-то в голову. Понимаете, о чем я говорю? Вот. Мой яркий пример. Итак. Это мои муравейники. Это одна из первых моих фотографий, когда 20 лет назад. Когда был цифровой фотоаппарат изобретен. Узнаете вот эти деревья? Только посажены. По идее, посмотрите внимательно. Муравейники вот тут. Вот там. Вот обратите. Как будто специально муравьи. Я же не специально же. Где-то траву сушил, где-то нет. Вот. Под каждым деревом муравейник, муравейник, муравейник. Охрана обеспечена. Подумал я. Я их окружил заботными колями. Чтобы, не дай бог, эти муравейники никто не затоптал. Ну. Прошло 20 лет. Но они же должны быть погибнуть все-то. Ну, по логике-то. По ихней. Извращенной. Смотрим дальше. Август 22-го года. Смотрите. Это они. Можете даже как-то называть. Прироску к местности. Это они. Вот они сливы. Особая слива. Роскошная слива. Это они. Они. Это тот же участок. Вот. Вот здесь росли два персика. Но. И там даже видно было. Персики погибли от нищеты. Я их искалечил. Продавая черники с них. Они погибли. На их месте. Вот. Персик был привит на сливу. Вот осталась слива. И что. Роскошная слива. Даже сейчас видно выражение. На ней. Дальше сейчас. Когда-то была основа персик. Вот она слива. Ее что? Морави убили? А вот это вот справа. Здесь тоже был этот персик. Его тоже я уничтожил своими руками. С каждого такого дерева персики были почти такие же по размеру. Я по 50, по 70, по 80 серенков. Изувечиваю. И 40 градусов зима. 2005-2006 год. И вот с тех пор прошло немного лет. Вот. Ну вот растет роскошная слива чернослава. Скажите мне на милость. Как ему помешали эти самые? Как ему помешали эти моровейники? Как? Я для чего вот эти вебинары провожу? Это же не просто. Я пытаюсь, чтобы не покупали эти идиотские ядохимикаты. Чтобы не травили себя. Не травили почву. Чтобы защитников не уничтожали. Но пока соотношение где-то тысяч к одному. Столько к одному. Эти друзья не отстанут никогда.